Всем доброго времени суток, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей. Мы открываем новую рубрику, называется она «Спрашивай». Как вы видели, предыдущие мои ролики были посвящены каким-то отдельным темам. Не то чтобы темы исчерпались, просто большой объем вопросов задается на спрашивай.ру, ВКонтакте, на стене этого портала безневроза.тв. И я решил сделать новую рубрику, которую, в принципе, достаточно давно планировал, называется «Наспрашивай». И хотелось бы делать регулярные короткометражные выпуски минут по 20, не более, о самых часто задаваемых вопросах, которые касаются невроза и тревожно-фобических расстройств, вообще психотерапии. Так вот, значит, сегодняшней премьерой у нас, я отвечу на 7 вопросов, звучат они таким образом. Я сейчас их прочитаю. Кому эти вопросы интересны, продолжаю их слушать. Кому они неинтересны, кажутся достаточно простыми и банальными, можете не смотреть, выключать кнопочку и идти в какое-нибудь другое место. Значит, первое. Какая задача грамотного психотерапевта в рабочей с клиентом? Второе. Как правильно закончить психотерапию? Это важный вопрос. Что стоит за обсессивно-компульсивным расстройством? Паническая атака началась, точнее, дереализация началась после панической атаки. Как быть? Ключевой фактор в развитии деперсонализации. Каким я стану, когда уйдет невроз? Почему помогает фармакология? Мне с ней гораздо легче. Вот такие разные вопросы, но они собраны из нескольких сотен на спрашиваю, которые я выделил. Давайте начнем с первого. Какая задача грамотного психотерапевта? Прежде всего, вы должны понимать, что многие люди неправильно понимают вообще сам процесс психотерапии. Они хватаются за слово терапия и за слово врач. И из-за этого неправильно истолковывают процесс. Многим людям кажется, что невроз. Уже, слава богу, стали оперировать словом невроз, а не ВСД. Я думаю, что это прям большой прорыв в сознании людей. Многие думают, что невроз – это некая болезнь, которая случилась с ними, и надо как-то ее лечить. Потому что же есть симптомы, да, вот там, тело как-то болеет, надо таблетку пить или надо как-то вот лечиться. А говорят, надо прийти к психотерапевту, он что-то с вами поговорит, поговорит и как-то вас вылечит. Вот здесь совершенно неправильное понимание процесса. Невроз – это не болезнь, которой вы заразились или которой вы заболели в результате стрессов. Невроз – это реагирование вас на какие-то определенные факторы вашей жизни. И задача психотерапевта – не вылечить вас фиолетовым першнем, поводить по монитору. И не просто посидеть, поболтать, потому что это не работает. Психотерапевт в принципе своем, если мы не говорим про фармакологию, он не лечит. Задача грамотного психотерапевта – показать, суметь показать клиенту именно те факторы жизни, которые окружают этого человека, и показать ему форму реагирования на эти факторы, и увидеть важные элементы этого реагирования, которые вызывают защитные психологические механизмы телесные, эмоциональные и поведенческие. Для чего нужны защитные психологические механизмы? Для того, чтобы сместить внимание с определенных жизненных факторов и реагирования на них на защитные механизмы. Лучше я буду бегать по врачам и сидеть на тупых форумах, чем я буду действительно видеть проблему своего характера или ту проблему жизненных обстоятельств, которые я не могу решить. Именно поэтому формируются вот такие шторки. Формируются шторки в виде святой веры в некую болезнь, которую, естественно, никто не находит. Сердце, легкие, но мне же как-то вот плохо. Да вам неплохо. Вам вегетативно некомфортно. Никто еще от этого не умер, не упал и с ума не сошел. Это вегетативная реакция на стресс. Пересматривайте предыдущие ролики, которую вы, ввиду ваших защит, трактуете как непримиримую болезнь, с которой надо бороться, потому что смещается доминанта на вот именно наличие серьезной проблемы в жизни под названием ВСД, паническая атака. Вы посвящаете этому все время, вы сидите на форуме, вы читаете книгу, вы изучаете, но на самом деле вы себя обманываете. Вы смещаете акцент внимания с истинной проблематикой вашей жизни, на веру в наличие этого количества заболеваний, которые вы себе рисуете, естественно которые не могут найти доктора. Поэтому, какая задача грамотного психотерапевта? Помочь не вылечить, помочь клиенту увидеть себя в определенных жизненных ситуациях и дать ему инструментарий, который поможет ему справиться и по-разному реагировать и проживать эти обстоятельства, не травматизируя, не травмируя себя так, как он это делал раньше. Вот и все. Поэтому позиция «Пупкин мне помог» или «Пупкин мне не помог» она в корне неверная. Позиция заключается в том, что у Пупкина получилось показать вам ваше взаимодействие с окружающим миром или не получилось. Если у Пупкина не получилось, значит не получилось. Если получилось и вы работаете, значит замечательно. И тут важно понимать сам процесс. Нет лечения. Нет болезни. Окей? Поэтому задача – показать человеку его особенности, его характер, его поведение, его убеждения, установки, паттерны и так далее. Не лечение здесь. Это просто вот когда говорят «психотерапия», говорят, что что-то будут лечить. Это не так. У нас помогающая профессия. Мы помогаем людям разобраться в самих себе. И клиент должен сам себе помочь с нашей помощью. Но помогает он себе сам. Он сам чего-то осознает в себе. Он сам меняет мысли, осознает чувства, меняет интерпретацию. Процесс делает он внутри. Не я, вскрывая ему череп и что-то там меняю. Это очень важно. Поэтому задача – научить клиента помогать себе самому с помощью изменения своего характера и личности. Вот что такое правильная классическая психотерапия. Второй вопрос. Как правильно закончить психотерапию? Вопрос. Значит, давайте разобьем этот вопрос на два варианта. Вариант первый – вы заканчиваете психотерапию, потому что вы добились поставленных целей. Вариант второй – вы либо добились поставленных целей, но как-то хотите прерывать по финансовым обстоятельствам или каким-либо еще, либо вам вообще не нравится и вы хотите закончить. Вот здесь очень важный фактор. Есть вообще несколько видов психотерапевтического процесса. Есть психотерапия с конкретными четкими задачами. И вы говорите, вот когда мы эту задачу разрешим, наша задача будет закончена, а там ты посмотришь. Тогда, когда вы добиваетесь своей цели, вы говорите, да, я хочу дальше. Или говорите, я не хочу дальше. Все, цель достигнута. Например, панические атаки больше нет. Все, дальше не пойду. Спасибо. Я пошла. Спасибо. Есть второй вариант. Когда вы достигаете цели, допустим, устранили паническую атаку, горофобию, говорите, я поняла, что за этим стоит там это, 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 это. Я бы хотела работать дальше. И вы идете работать дальше, понимаете в себе что-то, меняете, осознаете, говорите, я все, я хочу закончить. И третий вариант, когда у вас нету открытого, закрытого конца, когда вот вы пришли с заказом одним, и он постоянно вытекает, сменяет один другой, один другой. Такой тоже вариант бывает. Какой бы вы ни выбрали вариант, и ваш психотерапевт его не выбрал, важно одно, что если вы хотите прервать занятия до окончания целей, поставленных или в промежутке, вам обязательно нужно провести последнее занятие, на котором вы известите своего терапевта о том, что вы хотите закончить на этом, о том, что вы считаете, что цели достигнуты, или о том, что вы считаете, что цели не достигнуты, и вы бы хотели прервать по каким-то причинам, Но очень важно закрыть этот момент, где вы с друг с другом поговорили, сказали друг другу спасибо, спасибо, если что, звоните и так далее и тому подобное, подвели какие-то итоги, подумали над тем, чем могли быть вызваны те или иные затыки. Психотерапевт вам всегда даст какую-то рекомендацию или совет, как можно двигаться дальше, какие-то пути, и вы с ним замечательно закончите и пойдете дальше либо к другому психотерапевту, либо не будете вообще этим заниматься. Но очень важно это закончить. Неправильно заканчивать пропадая, посчитав, что у вас все неплохо или как бы что-то как-то наладилось и тишина. Вот это частая история в практике любого психолога и психотерапевта. И тишина. Это плохо. Поэтому старайтесь все-таки заканчивать, заканчивать процессы. В гештальтерапии это называется закрывать гештальт или закрывать цикл контакта. Старайтесь всегда заканчивать этот процесс, даже если вы безумно недовольны. Вот вообще полную ахинею несет, ничего не получается у вас, вы ничего не понимаете, все равно придите на последнее занятие, скажите, сегодня мы заканчиваем, я бы хотел и закончить. И вот закончите. Это очень важно. Вот это правильный момент. Что стоит за ОКР? Обсессивно-компульсивное расстройство делится на, в принципе, на два расстройства. На доминирующее обсессивное и доминирующее компульсивное. Обсессивное это когда доминирует навязчивая мысль, допустим, там, люди, фамилии, страх, допустим, сойти с ума или стать маньяком, или страх, там, еще чего-то, да, мысль, вертится, вертится, это обсессия. И доминирующие, допустим, компульсии, это доминирующие ритуалы. Закрывать двери, потирать там ноги, мыть руки, мыть квартиру, да, какие-то ритуальные действия. Компульсивный выход, это всегда снятие напряжения. И обсессия, это переключение внимания на какую-то мысль, которая тоже смещает доминанту. То есть, когда мы делаем ритуал, мы смещаем и сублимируем, то есть, выпускаем свое напряжение в какой-то процесс, который вас удовлетворяет, и пока вы это не повторите, напряжение не уйдет. То же самое касается навязчивых мыслей. Вы думаете, думаете об этом, придавая этим мыслям слишком важное или тревожное значение. А если я это подумал, а что это значит, а это, наверное, к тому. А если я так думаю, значит, оно может так случиться. А вообще, может, если я об этом думаю, то я вообще какой-то шизофреник, или вообще там я маньяком, наверное, стану. А если я подумал про это, а если это, ну и пошло-поехало. Что за этим стоит? Сама схема ОКР, как компульсивного, так и обсессивного, они немножко разные. В одной доминирующее значение придается слишком сильной придаче мыслям эмоциональной окраски и обдумыванию. То есть, как бы мыслительная жвачка получается еще и оценочное суждение, что совершенно в корне неверно. И там есть упражнения определенные, разрушающие этот паттерн циркулирования. И ритуалы, да, компульсивные, где тоже есть упражнения для ритуалов, но за всем за этим стоит одна и та же идея. Эта идея на моей практике, как правило, вина, либо тревога, либо страх. То есть, если взять в целом, вот сейчас внимание, попробуйте меня сейчас все поуслышать. Если взять паническое расстройство, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, вот эти три большие рубрики, да, включая смешанные, за этим, за всем будет стоять одна и та же примерная история. То есть, не будет того, что если у человека паническое расстройство, у него что-то вот такое, а у обсессивно-компульсивного такое. Как правило, стоят одни и те же доминирующие проблемы, одни и те же доминирующие свойства характера, одни и те же доминирующие свойства мыслить. Просто выход в симптом у всех по-своему, очень индивидуальный. У кого доминирует одна проблематика в жизни, уходит в панику, потому что метафора угла. У кого доминирует в тревогу, у кого доминирует вот такое затяжное, определенный затяжной характер вот эти вот отношения в социуме приобретает, получается длительная тревога, то есть тревожное расстройство, в котором не решаются проблемы долго. У кого вот склонность еще к депрессии, приплетаются депрессии, кто не видит выходов и теряет смысл. То есть, паника, тревога имеет примерно одни корни, но разные добавки. То же самое обсессия-компульсия. Есть, допустим, банальный пример компульсия мытья рук и чистоты. У девушки выяснилось в процессе терапии, что за этим за всем стояло внутреннее ощущение собственной неполноценности или грязноты, некоего загрязнения метафорично за то, что ей приходится делать или за то, как она себя считает в этой жизни. И это вышло сначала в тревогу, тревога накопилась, все это приправилось с чувством собственной грязности, и вот она как бы очищается. Обсессия на тему «я боюсь стать маньяком и убийцей». Выясняется, что на самом деле у человека очень много чувства вины, и он себя все время перепроверяет, а не буду ли я виноват, а не буду ли я виноват. То есть, за этим за всем стоит конкретика, которую можно найти, работая с вашим психотерапевтом по профилю тревожно-фобические расстройства. Следующий. Дериалы, паническая атака. Вопрос звучал так. У меня дереализация случилась после панической атаки, что вы об этом можете сказать? Запомните, что паническая атака, как пароксизмальный приступ тревоги и дереализация – это несамостоятельные болезни. Это симптомы, которые составляют в целом синдром, и которые составляют в целом… Это составляющие невротического расстройства. Как правило, либо депрессивного, если это акцент с дереализацией, либо тревожного. То есть, тут два варианта. У депрессивной составляющей дереализации, как правило, нет панических атак, либо в начале. У депрессивной составляющей дереализации больше именно такая вот вялая дереализация с апатией, такой потерей смысла, беспомощностью, всё нереальное. У дереализации с акцентом на тревогу больше тревоги, больше паники, больше страха и усиление дереализации во время обострения тревоги и паники. Вот. Поэтому нельзя говорить, что меня накрыло после панической атаки, или после дереализации у меня паническая атака, или паническая атака дереализации. Это просто симптомы в целом невротического расстройства. Они просто бывают смешаны. Надо смотреть, что за этим стоит, потому что за дереализацией депрессивного характера стоит именно депрессия, как потеря смысла и потеря объекта, интроекта. А за тревожной дереализацией, за доминирующей, за тревожным расстройством, где доминирует дереализация, также стоят определенные жизненные события, которые вызывают эту тревогу. Понятно? Вот. Поэтому копать надо не в паническую атаку, не в дереал, а назад, что стоит, почему дереал, что за этим, тревога или депрессия, а за этим что. И вот туда надо работать. Третье. Ключевой фактор в деперсонализации тревоги. Ну, я уже сказал, да, какой ключевой фактор. Только что, наверное, ответил вместе, что это отношение в семье, отношение на работе, отношение к самому себе, как и себя оцениваю, как я оцениваю свои успехи, как я оцениваю свою жизнь, как я оцениваю людей, которые меня окружают. А ключевые факторы терапии – это получится ли у психотерапевта сместить внимание со симптоматики на определенные жизненные проблемы, и получится ли клиента мотивировать их решать и как. Вот у меня были в практике люди, которые обращались ко мне с деперсонализацией, и я им не помог, потому что не получилось сместить акцент внимания с симптоматики на проблематику жизни, хотя проблематика жизни была достаточно ясна. Но человек как бы, ну, фактически, вот уперся, никак не получалось его заставлять менять проблематику жизни. Были клиенты, которые долго упирались, примерно там полмесяца, полгода упирался человек, но потом с работой начал все-таки понимать и работать над своим характером, и получилось, получилось менять, 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 и все закончилось. Была девушка, допустим, ей было 18 лет, у которой была паническая атака и тревожное расстройство. Она сопротивлялась, где причиной были отношения в семье, и достаточно такие сложные отношения в семье и в отношениях к окружающим ее людям. Это была такая более доминирующая истерическая натура, с большим предъявлением претензий, достаточно эгоцентрично. Такие люди достаточно сложно отпускают свои симптомы, и мне потребовалось примерно 9 месяцев на то, чтобы ее склонить к размышлению о том, как она себя ведет, о том, как она относится к родственникам, о том, как она относится к жизни. И только на 9 месяце она начала перестраивать свое отношение, перестраивать свое поведение. Бывают такие сложные, длительные терапевтические процессы. Потому что если человек всю жизнь рос с характером эгоцентрика, просто так, вот знаете, с кондычка его не поменять. И надо отдать должное этой девушке, что она работала, обычно такие люди очень быстро прекращают. Они же считают, что если он пришел, им надо быстро помочь. Как это? Я же к психологу пришел. Давайте, чего вы тут мне скажете? Чего у меня? Я уже 2 месяца к вам хожу, а вы мне еще не вылечили. Все, вы не помогаете. Потому что такой характер. И вот кто может это понять, у того все получится. Кто работает, старается и видит реальную проблему, а не свои симптомы. С симптомами мы тоже работаем, но не так долго. Потому что главная задача сместить внимание на действительную проблематику жизни. Каким я стану, когда уйдет невроз? Во-первых, у невроза нету ножек и крылышков. Он не приходит и не уходит. Не накрывает, не отпускает. Невроз – это форма реакции на, опять же, какие-то факторы, которые вас окружают. Вы никогда не будете таким, как прежде. Потому что это невозможно. Вы всегда будете новым, с новым мышлением, с новым жизненным опытом, с новым багажом. И это всегда замечательно и здорово. Вопрос, каким я стану, вы не станете зомби, вы не станете ни каким-то там пуленепробиваемым. Вы будете обычным человеком, который чувствует, эмоционирует, испытывает разные эмоции. Но эти эмоции не зашкаливают так, чтобы они его поглощали. И этот человек четко понимает, что с ним происходит и не боится ничего. То есть, вы просто научитесь сохранять некую золотую середину. Почему помогает фармакология, мне гораздо лучше, принимая ее. И закончим. Фармакология помогает потому, что, когда вы принимаете транквилизатор или антидепрессант, меняется нейрохимия в коре головного мозга. И вам начинает ошибочно, чисто химически, казаться, что как-то вам по барабану на определенные факторы вашей жизни. Как только заканчивается действие таблетки, вам опять становится не по барабану, и все возобновляется. Поэтому фармакотерапия не занимается лечением. Если бы лечением занималась фармакотерапия, вообще бы не было такой профессии, как психотерапия и психология. Вот есть паническая атака, есть это, пей таблетки, пропил там столько-то времени, и все закончилось. Так не получается. Объясню почему. Потому что, когда вы пьете таблетку, вам кажется, что вам все равно на какие-то обстоятельства в вашей жизни. На самом деле, ничего там не происходит такого феноменального. Вам просто становится временно по фигу. Как только действие транквилизатора или антидепрессанта заканчивается, ничего не изменилось. Вы свой характер поменяли? Не поменяли. Вы свою личность поменяли? Не поменяли. Вы свое убеждение поменяли? Не поменяли. Вы свое поведение поменяли? Не поменяли. И никакая таблетка за вас, ленивых, это не сделает. Таблетка может снять какие-то острые, очень сильно тревожные состояния. Здесь и сейчас. Выпили успокаивающего помогло. Но уповать на то, что это терапия, нельзя. Вы спросите, скажете, надо долго пить. Нет. Если вы будете пить таблетки, допустим, год или два, просто-напросто может произойти очень интересная штука. Что за этот год или два изменится обстоятельство вашей жизни без вашей воли. Которое вдруг заставит вас по-другому реагировать на ваши обстоятельства жизни. И вам станет легче. И вовсе здесь не в таблетках дело. Ничего у вас там не пропиталось. Ничего у вас там не вернулось. Просто обстоятельства поменялись. И бывает так, что действительно обстоятельства поменялись. А что, я пропила год фармакологии, мне стало легче. И не возвращается. Я говорю, а что в твоей жизни поменялось? Да ничего. Я говорю, а если честно. Но вообще-то я переехала в другой город, потому что моего мужа перевели в другую армейскую часть. Бах. Добрый вечер. Такая же история. Я год пропила, все вернулось. Почему? Что изменилось? Ничего не изменилось. Та же работа, тот же муж. Те же драки, те же скандалы. Та же мама, тот же папа, та же сестра. Все то же самое. Те же рыбки в аквариуме. Ничего не поменялось. Та же личность, то же мышление. Хорошо, скептики скажут примерно так. А что же тогда психотерапия не всем помогает? А конечно не всем. Потому что, а, психологи и психотерапевты тоже люди. И они могут ошибаться и не подходить друг к другу. Б. Не каждая личность хочет меняться. И третье. Не каждая личность способна поменяться в принципе. Поэтому вот здесь более логичный, более рациональный ответ, чем с фармакологией. С фармакологией понятно. Розовые очки одели, походили, походили, сняли, опять стало плохо. И ждете пока что-то произойдет в вашей жизни. Поэтому, если вы хотите закрыть вопрос тревожно-фобического расстройства и наладить качество своей жизни, ваш путь к психологу и психотерапевту. Только так вы сможете посмотреть по-другому на себя и начать работать над собой. Психотерапия это работа над своей личностью и работа над своим характером. Только так. И никак иначе. Просто надеяться, уповать, что психотерапевт говорит, 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 а вас отпустит. Бессмысленно. Это вы себе помогаете. Это вы делаете умозаключения. Это вы принимаете решения. Это вы переосмысливаете. Это вы пересматриваете. Это вы взвешиваете. Вы делаете выводы. Это ваш процесс. Психолог и психотерапевт вам просто в этом помогает. Что, что вы не видели, он покажет. Заставит подумать об этом. Ну, условно заставит. Покажет это с этой стороны, это с этой стороны, это с этой стороны. И если вы хотите, вы будете об этом думать. Но если вы не хотите, если вы упираетесь, и если вам это не нужно, то психотерапия будет неэффективной. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Не бойтесь заниматься с психологами и психотерапевтами. Это очень замечательный личностный рост. И только через личностный рост и через невроз вы можете подвинуть свою личность и свой характер на новый уровень, где не будет у вас ни тревог, ни паник. Спасибо. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok